Следующее платье шифоновое. Оно выполнено на чехле, удлиненное, ниже груди, или я бы так сказала, выше талии, сантиметров на 5. Оно по полочке, я вижу, оно обязательно отрезано. И нижняя часть немножко присобрана. Получается А-образный силуэт. Но я бы в этом платье, конечно, отрезала также и спинку. Здесь вот я не вижу, чтобы спинка была у нее отрезана, да? Но я бы отрезала тоже так же спинку и немножко ее присобрала. Потому что шифон такой материал, что он упадет. Лишнего объема не будет. Юбочку внизу я бы раскрешила. Нагрудная выточка переведена, допустим, вбок. Здесь ее не видно, да? Рукавчик до локоточка. Прибавки какие? По груди сантиметров 5. По рукавчику сантиметров 6. Я бы сделала прибавку. По талии, конечно, никакой прибавки нет. Она широкая получается у нас. Никакого приталивания нет, да? И бедра здесь сантиметров 6-7. Я бы оставила по бедрам. И раскрешенная книзу юбочка. Крой тоже очень простой. Но оно чем хорошо? Тем, что оно удлиненное. Оно создает вот такой вот силуэт вытянутого прямоугольника. И тоже модель достаточно универсально подойдет, подойдет всем. Можно выполнять из любой ткани. Это может быть и штапель. Не обязательно это может быть шифон. Потому что любой шифон просвечивающий, он требует подъемника какого-то, да? Или чехла какого-то. Это всегда жарко будет. Я не люблю такие вещи. Потому что с одной стороны просвечивающий шифон, вот такой вот материал, он легкий. Он на жару. А с другой стороны мы туда второе платье вниз надеваем. И нам уже становится не так легко, а становится наоборот очень жарко. Поэтому просвечивающиеся, просвечивающие ткани я не люблю. Я считаю их непрактичными для нас с вами. И вот этот вариант я бы сделала все-таки из какой-то поливискозы, из того же самого штапеля. Почему нет? Мелкий цветочек будет очень-очень здорово. Следующее изящное шифоновое платье отрезное по линии талии. Ну, кому оно подойдет? Оно подойдет, конечно, девушкам молодым, стройным. Потому что само по себе отрезная талия. По-моему, здесь есть даже какой-то запах небольшой, да? Рукавчик вот такой вот длинный на небольшом манжетике. Интересный вот такой вот воротничок. Стоечка, переходящая в длинный бант. Можно взять нам с вами, женщинам, так сказать, взрослым, только какие-то идеи с этого платья. Я бы, например, взяла рукавчик. Я бы взяла, например, оформление. То, что оно на запахе хорошо пусть будет, да? Я бы взяла оформление вот такой вот горловины со стоечкой, переходящей вот такой длинный бант. Это очень хорошо. Но я бы даже взяла, согласилась с отрезной талией. Но я никогда бы не сделала из шифона вот такую вот юбку солнца. Потому что вы знаете, что любой шифон будет провисать, что как бы мы не работали над ровной равнотой, так сказать, вот этой вот низа юбки, она все равно после каждой стирки будет провисать все больше и больше и больше. Я никогда не выполняю юбки солнца из шифона, из любого и штапеля, из любого тянущегося материала. Ведь тот же самый эффект можно достичь, если решить эту юбку просто на клиньях. Тем более цветная вот такая ткань, ни одного шва не будет видно. Вы сделаете четырех клинку, шести клинку, иногда я делаю трех клинку, например, да? Если у меня вот такая вот юбочка с запахом из двух с длин, из полутора длин, но это будет совершенно нормально. И никогда вы не будете мучиться с выравниванием этой юбки по низу, никогда не будет у вас так безобразно отвисать. То есть вот мое платьишко, мое решение и мои советы вам по этому платью вот такие. Красное платье с вот такими белыми, бело-серыми цветами, с длинным рукавом, тоже выполнено как бы в стиле Боха. Но как его выполнить? Я думаю, что его выполнить нужно... Здесь у них, по-моему, отрезная линия талии. Но так как цветной вот такой вот принт, мы не очень-то даже можем и разглядеть те детали, те элементы конструктивные, за счет чего выполнена вот эта вот форма. Поэтому не так уж важно, за счет чего вы эту форму выполните. Это может быть как отрезная линия талии и юбка, скажем, шестиклинка, да? Это может быть платье выполнено на рельефах с раскрешенными книзу вот этими рельефами. Длинный рукавчик, манжетик, это все понятно, да? И это платье может быть также выполнено из любой ткани и подойти многим и многим из нас с любой фигурой. Если вы выполните с рельефами, то в рельефы могут спрятаться те необходимые наши особенности, которые подходят выпуклым ягодицам или там, допустим, выпуклым лопаткам или выпуклости выступающей груди, как мы подходим, да? То есть на рельефах любой, в общем-то, фигурке это платье может оказаться хорошо. Потому что в платьях такого фасона, такой силуэтной формы можно спрятать вот эти наши особенности и они не будут себя как-то проявлять. Прибавки. Прибавка по груди, это может быть 5 сантиметров, я бы предложила. Прибавка по талии тоже 4-5 сантиметров, не надо ее акцентировать. Прибавка по бедрам 3-4 сантиметра. Вот такие прибавки по рукаву, это 5-6 сантиметров. Рукав здесь точной, выточки, соответственно, моделируются куда угодно. Можно и в боковой шов ее отвести, можно спрятать ее в рельефах, зависит от того, как вы захотите решить вот эту модель.